МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбор сделан. Дина Россия при помощи тайного голосования выбрала кандидата на должность председателя регионального собрания депутатов. Кто он? И снова интернет. Дополнительный канал связи в Наринмаре может появиться к 2020 году. Такое заявление сделали на координационном совете Роскомнадзора. Что еще обсуждали? Четверногие друзья в столице региона заработала международная фото-выставка «Нинецкая лайка. Достояние России». Репортаж с места событий. Большие гости на Наринмар посетили артисты знаменитого Московского областного театра «Юного зрителя». Здесь они показали два спектакля. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги дня в студии. Олег Катанзейский. Мы начинаем. Представители «Единой России» определились с кандидатом на пост спикера собрания депутатов Нинецкого округа. Это произошло накануне на конференции регионального отделения партии. Выбирать пришлось из двух претендентов. Анатолия Курленко и Александра Лутовинова. Они оба являются депутатами местного парламента 28-го созыва. В итоге путем тайного голосования делегаты избрали кандидатом, который будет выдвинут «Единой России» на пост спикера Александра Лутовинова. Напомню, в собрании предыдущего созыва он занимал должность заместителя председателя. «Какие наши планы?» Я бы ответил так, что сейчас эти планы будут сформулированы или были сформулированы в виде наказов. У нас, вы знаете, была программа «Единой России», равно как и других партий, которые шли со своими приоритетами на выборы. Так вот, я полагаю, здесь, в этой части, я повторюсь, придумывать ничего не надо. Как были, так и у нас остаются задачи. Это наша социальная политика, которая должна быть сохранена. Вопросы, те, которые касаются строительства, особенно жилищного, социальных объектов, детские сады, школы, эти задачи остаются первостепенно. Это вопросы здравоохранения, образования, это развитие нашей инфраструктуры. То есть, мы сейчас говорим о том, чтобы мы улучшили и качество жизни наших людей, и второй вопрос, чтобы мы улучшили качество предоставляемых услуг по всему спектру. Поэтому сейчас речь, наверное, должна идти, прежде всего, о качестве. Поэтому, наверное, у каждого депутата, который придет работать в 28-й созыв, как раз будут те конкретные предложения, которые мы постараемся уместить в рамках нашей законотворческой деятельности. Но, разумеется, ограничения только одни – наш бюджет. Поэтому мы очень хотим, чтобы наш бюджет, а именно в части его развития, был бы как можно, скажем так, как можно более большим. Кроме этого, региональный полицовет партии «Единая Россия» предложил кандидатуру Римы Галушиной для избрания членом Совета Федерации от законодательного органа власти Ненинского округа. В соответствии с дальнейшей процедурой, кандидатура Римы Галушиной направлена в Москву для рассмотрения в Бюро Высшего Совета и Президиума Генсовета партии «Единая Россия». А после одобрения высшим руководящим органом партии кандидатуру Галушиной может быть внесена в собрание депутатов, обладающие правом наделения кандидата полномочиями члена Совета. В Наринмаре проходит координационный совет руководителей территориальных органов Роскомнадзора в Северо-Западном федеральном округе. В нем принимают участие руководители региональных управлений ведомства из девяти регионов Северо-Запада, представители окруженной власти и прокуратуры, уполномоченные по правам человека в Ненинском округе. Участники совета обсудят вопросы, касающиеся развития инфраструктуры связи, взаимодействия с правоохранительными органами и другие. Заседание Координационного совета руководителей территориальных органов Роскомнадзора в Северо-Западном федеральном округе проходит один раз в год. В этом году очередную встречу было решено провести в Наринмаре, так как Ненинский округ является уникальным в силу своего географического положения. И с учетом новых геополитических и экономических реалий его опыт может быть особенно полезным. Сегодня на территории города Наринмар будет проведен Координационный совет, он будет сегодня и завтра проходить. Руководители управления наших выступят с докладами. Сюда приглашены профильные руководители, которые отвечают за связь отдельных субъектов, в первую очередь северных территорий. И мы здесь обсудим проблемы, выработаем рекомендации, как по осуществлению контрольно-надзорной деятельности, так и в целом по обеспечению качества, надежности, бесперебойности, устойчивости связи на территории всего Северо-Западного федерального округа. Предоставление услуг связи – один из самых актуальных вопросов для Ненинского округа. О том, как он решается на территории региона, рассказал заместитель губернатора округа Сергей Боенко. На сегодняшний день остро стоит вопрос о необходимости строительства резервного канала связи. В этих целях разработан проект строительства волоконно-оптической линии связи Наринмар-поселок Харьягинский, которая будет соединена с существующей линией связи с Усинском. Ориентировочный срок реализации проекта – 2020 год. На строительство данной линии связи решило бы целую задачу. В числе и повышение информационной безопасности в Ненинском округе, в том числе и обеспечение функционирования государственных информационных ресурсов округа. Возможность использования сети связи не только ПАО с Телекомом, но и ПАО Транс с Телекомом. Снижение стоимости услуг для населения округа и обеспечения инфраструктуры связи, строящейся дороги на Римар-Русинске. На данный момент доля сельских населенных пунктов в НАО, которые обеспечиваются интернетом через наземные каналы связи, достигла 53%. В ближайшие годы работа в данном направлении будет продолжена. В планах до конца 2021 года завершить строительство наземного канала связи УМС на ПАО Нижней Кёше ВОВН Ренингита. Слать 4. В 2020-2023 годах будет построен наземный канал связи НИС Чижишуэна. Строительство данных каналов позволит обеспечить жителей и организации приграничных населенных пунктов качественные услуги на связи с красным интернетом. Освободившийся спутниковый ресурс будет направлен на улучшение качества связи в населенных пунктах Анны, ПАО, ТАИ, ПАО, ГУАРНОВА. Что касается сотовой связи, то покрытие населенных пунктов округа составляет 98%. В этом году в поселке Нельминос начала работать очередная базовая станция сотового оператора. А в Андиге и Хангурее были установлены усилители сигнала для обеспечения устойчивого покрытия сотовой сети. Если говорить в целом, то по данным Роскомнадзора, 93% от территории Архангельской области, имеет подключение к современным высокоскоростным линиям связи. Несмотря на это, часть населения в отдаленных районах области и округа лишена качественной мобильной связи. Причина – труднодоступность и малонаселенность этих районов. Операторам невыгодно работать в таких условиях. И этот фактор не позволяет полной мере развивать операторами собственности связи в неинспертном округе. Потребность регионов современных и качественных услугов связи возрастает с каждым днем. Технологии стандарта связи не стоят на месте. С этим хотелось бы, чтобы операторы связи не забывали о районах Крайнего Севера и активно их развивали, в том числе с использованием государства частного партнерства. Кроме этого, на заседании обсудили проблемные вопросы по организации взаимодействия с правоохранителями и органами местного самоуправления по своевременному выявлению и пресечению правонарушений в сфере связи, а также программу развертывания цифрового эфирного телерадиовещания в Северо-Западном федеральном округе. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Представители органов власти подвели итоги антинаркотической деятельности в регионе за первое полугодие 2018 года. Члены комиссии обсудили вопросы пропаганды здорового образа жизни среди молодежи округа, вопрос социальной реабилитации и постреабилитационной работы с наркозависимыми людьми. В числе прорывных моментов в работе в 2018 году члены комиссии отметили запуск на базе Ненинской окружной больницы лабораторий для определения наркотических веществ и других сильно действующих препаратов в крови пациентов. Оборудование закуплено на федеральные средства из президентского резервного фонда. Что касается работы с молодежью, то в прошедшем учебном году в образовательных организациях было организовано порядка 1200 профилактических мероприятий, которые охватили 80% учеников. На текущий учебный год распоряжением Департамента образования утвержден календарный план проведения социально-психологического тестирования детей от 12 лет. Сроки тестирования с 29 октября по 30 ноября. Кроме этого, в этом году было проведено тестирование 169 учащихся образовательных организаций Ненинского округа на предмет употребления психоактивных веществ. В итоге положительных результатов выявлено не было. Вопрос обеспечения сельских территорий годовым запасом топлива в рамках Северного завоза обсудили в ходе Межведомственной комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду. На текущий день поставка угля в населенные пункты округа выполнена на 100%. Продолжается завоз дистоплива и смазок. Речным путем доставлено 96% дистоплива и 100% масел и смазок. Поставки дистоплива морским путем выполнены на 100%. Как отметил заместитель руководителя Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ Александр Чинаров, наиболее остро стоит вопрос с поставкой дров. На данный момент в поселение доставлено только 52% от запланированного объема. Срок поставки в соответствии с заключенным контрактом установлен до 30 сентября. Как пояснила в ходе заседания комиссии замглавы администрации Заполярного района Надежда Михайлова, уже сейчас есть понимание, что предприниматель, с которым заключен контракт на поставку дров по реке, в установленные договором сроки не укладывается. Как отметил Александр Чинаров, учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо начинать действовать по альтернативному плану, чтобы обеспечить жителей запасом топлива к зиме. В качестве альтернативы рассматривается приобретение топливных пилетов, брикетов. На сегодняшний день прорабатывается возможность их закупки в необходимом объеме в Архангельской области. При этом Чинаров добавил, что все виновные за срыв плановых сроков по опережающему завозу должны понести ответственность. На текущий момент акты прокурорского реагирования в виде предостережений уже внесены в отношении индивидуального предпринимателя, который осуществляет поставку дров, а также в отношении администрации Заполярного района. Какие профессии будут востребованы в Арктике? Этой теме посвятили заседание дискуссионного клуба экспертного центра «Пора», которое прошло в Москве. По словам экспертов, четвертая промышленная революция требует от людей способности видеть будущее, креативности, системности мышления, а также исполнительности. Арктическая зона является полигоном для создания новой породы людей, так как имеет уникальные природно-климатические условия, при которых изменяется сознание и поведение любого человека. Сферами, которые в Арктике нужны сейчас и не потеряют свою значимость еще долгое время, эксперты назвали горнодобывающую и нефтегазовую промышленности, рыбное хозяйство, электроэнергетику, транспортную инфраструктуру, гражданское и военное судостроение. Эксперты подчеркнули, что на регионы Крайнего Севера нужно распространять опыт проекта «Атлас профессий будущего», разработанный в Калужской области для того, чтобы люди и компании знали современные технологические тренды, а также понимали, какие профессии будут востребованы в ближайшие десятилетия. А для подготовки педагогов, способных готовить новые кадры для Арктики, развивать там технологическое предпринимательство, необходимо тиражировать проект «Гуманитарный технопарк», который поможет технологически переподготовить педагогов к промышленной революции 4.0, чтобы в будущем была возможность обеспечить кадрами изменяющиеся потребности компаний в регионы Арктической зоны России. В Наринмаре открылась международная фотовыставка «Ненецкая лайка. Достояние России». Ее организатором и руководителем выступает некоммерческая организация Фонд экономических программ. Проект получил грантовую поддержку экспертного центра ПАРА. Выставка стала возможной также благодаря международным и межрегиональным научно-исследовательским экспедициям авторов представленных работ, полевым исследованиям по изучению традиционной культурной и хозяйственной деятельности ненцев на территории региона. Ненецкая лайка – национальное достояние России. Выставка призвана подчеркнуть уникальность породы, важность научного обоснования плановой системной работы по разведению Ненецкой лайки не только в естественных условиях, но и в питомниках и клубах. Кстати, такой клуб предполагается создать в Ненецком округе. И сегодняшняя встреча – еще один шаг на пути к этому. Еще одна причина, почему лайку нужно сохранять, потому что это неотъемлемая часть оленеводства. Почему в России сохранилось оленеводство в том виде, в котором оно есть, а допустим, оно было потеряно в Финляндии и в Швеции, потому что есть олень, собака и человек. Как говорят оленеводы, что ведь не мы пасем оленей, а пасет их ненецкая лайка. И это любой оленевод вам подтвердит. Выставка стала возможной благодаря международным и межрегиональным научно-исследовательским экспедициям авторов представленных работ, полевым исследованиям по изучению традиционной культуры и хозяйственной деятельности ненцев на территории округа в 2017-2018 годах. Работы представлены таким авторитетным кинологом, как Борис Широкий, один из создателей стандарта породы. Также в проекте приняли участие международные кинологи и ценители ненецкой лайки из Великобритании и Австралии, Лиз Муат и Лорен Миллс. Российская часть выставки представлена работами профессионального фотографа из Нарьинмара Антона Тайборея и исследователя Крайнего Севера и члена Ассоциации полярников Яна Турова. Есть и архивные фотоматериалы жителей ненецкого округа. В нашем округе объявлен год оленеводства. И под эти мероприятия у нас была открыта выставка, и до сих пор она работает постук копыт белого оленя. И потом мы, естественно, хотели пойти дальше и заключили соглашение о открытии данной выставки. И получается, из одной выставки, посвященной оленю, мы будем переходить, естественно, к другу оленя, это оленегонная лайка. Изучение породы ненецкая лайка началось еще в Царской России, но система не обрело и скоро совсем затухла. Между тем, ученые в области кинологии предполагают, что современная ненецкая лайка – дальний родственник торфяной собаки. Первый, прирученный человеком в доисторические века. Как бы то ни было, все, кто сталкивался с породой, отмечают – умнее и преданнее нет существа. Ненецкая лайка – это неоткременная часть всего оленеводства и культуры жизни в тундре. Вот когда все старшие поколения, особенно ненецкого населения, спрашивают, чем они играли в тундре, то они однозначно сказали, что они играли щенками и собачек, которые в первое время, когда маленькие щенки были, они в обычном чуме находились и росли вместе с детьми, и дети ими играли. Одной из задач этого проекта по сохранению оригинальной породы является привлечение к проблеме меценатов, чтобы вместе приложить усилия, и ненецкая лайка стала национальным достоянием страны. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». С большими гастролями по маленьким городам Дон Рейнмара добрался Московский областной театр юного зрителя. В окружной столице артисты показали два спектакля – детскую музыкальную сказку «Улитка Уля» и инсценировку известного советского мультфильма «Каникулы Бонифация». На премьере последнего побывали и наш коллеги. Чтобы пообщаться с московскими артистами, мы уже были в зале за час до премьеры. На сцене как раз шла репетиция. И первое, что нас удивило – визуальную сказку «Каникулы Бонифация» исполняют всего трое. Хотя ролей в спектакле – 15. При этом актеры меняют персонажей, не уходя за кулисы. Оказалось, это современный театральный прием, который заставляет ребенка больше фантазировать. Причем наши дети свое воображение включили не сразу. Фраза «Неискушенный зритель» отлично применима к жителям Наринмара. На первом спектакле детки не понимали, как реагировать, потому что как-то так они были сначала напряжены, а потом они в конце начинают, потому что музыка, танцы, легкость, вот это все какая-то. И дети начинают потихоньку понимать, хлопать, в это все вливаться, кричать «Да нет, не там, а туда, нет, не надо». То есть это потрясающе вообще. Вот эта взаимосвязь зрителя, актера и зрителя – это самое дорогое. Вообще правда. Светлана Богацкая на сцене московского «Тюза» 16 лет. Говорит, для ребенка особенно важен первый поход в театр. Глядя на сценическое искусство вживую, многие дети начинают мыслить совершенно по-другому. Детский театр заставляет задумываться. Ну, я имею в виду, наверное, хороший театр, где к детям относятся с уважением. И ставят перед ними не детские проблемы, поесть шоколадку или не поесть, а проблемы какие-то более глобальные. И детям они, оказывается, очень с их детской открытостью близки, и они совсем по-другому это все интерпретируют, не как мы взрослые. И это очень интересно слушать, как они рассуждают. То, что они видят в спектаклях, то, чего мы туда даже, может быть, иногда и не вкладываем. А они это видят. Ну, а малыши со своими родителями тем временем уже заняли места в зрительном зале. Увидеть живого Бонифация пришли в основном дошколята. И стоило артистам начать, внимание целой сотни непосед было буквально приковано к сцене. Эта визуальная сказка достаточно подвижная. Актеры бегают, скачут, танцуют и даже жонглируют. Но когда взрослые начинают изображать разных животных, тем более обезьян, маленькие зрители аж визжат от восторга. Московскому областному театру юного зрителя уже почти 90 лет. На его сцене поставлены десятки тысяч детских спектаклей, сотни инсценировок и пьес. В 2014-м художественным руководителем столичного ТЮЗа стала заслуженная артистка России Нонна Гришаева. С того же года для театральной группы начались большие гастроли. Тогда Министерство культуры запустило масштабный проект с одноименным названием. «Большие гастроли в планах у нас действительно они большие, потому что заявок подали почти на всю Россию. Надеемся, что со следующего года будем как-то колесить по нашей необъятной родине». Что касается северных городов, то столичные актеры уже выступили для юного зрителя Салихарда и нового Уренгоя. На очереди театрального тура южное направление, а именно Тамбов, Краснодар и даже несколько городов Литвы. Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и хорошего вечера.